За нападение на медицинских работников предлагают сажать в тюрьму. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который призван прекратить постоянное проявление агрессии в отношении врачей. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Применение насилия в отношении медицинских работников может стать уголовно наказуемым деянием. В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому за явную агрессию в отношении врачей можно будет сесть в тюрьму. По мнению авторов законопроекта, медики трудятся в особых условиях и часто оказывают помощь людям с агрессивным поведением, либо находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Случаи нападения на бригады скорой помощи фиксируют постоянно. За применение насилия и за угрозы в отношении врачей при исполнении ими служебных обязанностей разработчики проекта предлагают выписывать штраф до 200 тысяч рублей. Также нападающие могут лишиться свободы на срок до 10 лет. Все будет зависеть от ущерба, который причинил нападавший. Игрушки нужно маркировать по степени психологической опасности. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратились общественники. Они предложили разработать и внедрить для игрушек маркировку, которая предупреждала бы покупателей об опасности товара для детской психики. Речь идет в том числе об иностранных куклах, стилизованных под монстров. Авторы инициативы подчеркивают, что на прилавках все чаще можно встретить такие игрушки. Это связывает с отсутствием должного контроля в сфере их продаж. В Госдуме рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности для владельцев автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали в связи с увеличением ДТП с участием автобусов и грузовиков. Перевозчики часто не оформляют свой бизнес по всем правилам, а также закрывают глаза на правила безопасности. За нарушение лицензионных требований новый закон предусматривает штраф от 20 до 100 тысяч рублей.